Самые яркие воспоминания из детского сада. Из детского сада. Сончас. Яблони. Девочки были там интересные, с некоторыми прямо нравилось общаться. Какая-то такая возникала человеческая близость. Не со всеми. Вот, например, там была Катя такая. Не помню, какая у нее фамилия. Отвратный суп молочный с макаронами. Я всегда его выливала под стол и думала, что никто не заметит никогда. Самая еще нелюбимая манная каша. Манная каша. Нравилось или не любили? Нравилось. Ну, это утренники. Всякие разные сказки. Потом проводили, учили стихи. До сих пор стихи помню, да. Детей вот учу. Закаливание. Мочили полотенце, выводили детей. Вставали, топали. Витаминки давали, желтенькие. Хотя, наверное, когда прилип языком зимой, качели какой-то. Ну, воспитатели, по-моему, воду отливали теплой. Сончас. Любили? Нет. Глаза завязывали. Чтоб спал. Я помню, что в группе я кружилась, ну, в общем, большое пространство там, и кружилась, танцевала, и налетела на колонну. И у колонны был острый край, но она четырехугольная была. И у меня на всю жизнь на лбу осталось отметина. Желание сбежать. Это из возраста уже постарше. Скапливались у забора и планировали побег с друзьями. Получилось хоть раз? Нет. Моё день рождения. А я всю группу угощал. Сразу две вещи подарили. Первый – детский велосипед, второй – самокат. Поминаю свою воспитательницу Светлану Александровну. Она была очень хорошим воспитателем и хорошим человеком. Это песни, танцы. Кроватки маленькие такие детские были. Мягенькие такие были. И удобные, уютные. Было двухэтажное старое здание. И настолько там было тепло и уютно. Были маленькие комнаты. Настолько эта теплота детского сада до сих пор со мной. Спасибо.